Каждая пора года хороша по-своему. Какую из них ты любишь больше всего? Сегодня мы поговорим о красоте одного времени года. А вот какого ты узнаешь, отгадав загадку? Жаркая стоит погода, рано солнышко встает, днем и греет, и печет, речка манит нас прохладой, в леса ягодами надо, землянику поспевай, не ленись, да собирай. В поле рост шумит, как море, соловьи поют на зоре, травы сочные стоят, косари в луга спешат. Догадался, о каком времени года будем сегодня говорить? Конечно, это лето. Какие ассоциации возникают у тебя, связанные со словом «лето»? Каникулы, радость, друзья или какие-то другие? Сегодня ты узнаешь, какие красивые определения «лето» и сравнения используют поэты для описания его. Потренируешься в их нахождении и составлении. Узнаешь значения новых слов. Поучишься выразительно читать. И сможешь нарисовать картины «лето». Послушай стихотворение Яны Дикутите «Лето» и после прослушивания ответь на вопрос, какое настроение возникает при чтении этого произведения. Тихо встала рожь на цыпочки, потянулась к небесам. Лето пестрое рассыпалось по полянам и лесам. Вот ромашки долговязые с кашкой шепчутся, а вот незабудки синеглазые затевают хоровод. Васильки как капли брызнули, будто небо пролилось. Набежала тучка издали, промочила лес насквозь. Солнце чертит в небе полосы, птицы песню завели. Созревай же колос к колосу, сладкий хлеб моей земли. Итак, какое настроение у тебя было во время прочтения этого стихотворения? Какие воспоминания о лете возникли? Думаю, только самое веселое и интересное. Что ты любишь делать летом? Давай найдем в стихотворении слова «Действия лета». Ответь на вопросы, объясни их значение. И каждый раз после вопроса не забывай ставить на паузу для обдумывания. Что сделала рожь? Встала на цыпочки и потянулась. Что сделала лето? Пауза рассыпалась. Что делают незабудки? Затевают хоровод. Что сделали васильки? Как капли брызнули. Что сделала тучка? Набежала издали. Что делает солнце? Чертит в небе полосы. Что делают ромашки? Прочитай. Вот ромашки долговязые с кашкой шепчутся. Как ты думаешь, что значит с кашкой шепчутся? Что это за кашка такая? Что обозначает это слово? Даю подсказку. Эта кашка есть даже на гербе Республики Беларусь. Что за растения напоминают кашку? Проверь себя. Итак, кашка – это народное название некоторых видов клевера. А сейчас вернемся к тексту и найдем слова-описания. Прочитай. Какое лето? Докажи, что оно пестрое. Назови краски лето, используя слова из текста. Подумай, какие еще можно подобрать слова-описания лето. Какие незабудки? Синеглазые. Почему автор их так назвал? Какие ромашки? Долговязые. Почему? С чем автор сравнивает васильки? Васильки как капли брызнули. Какой хлеб? Сладкий. Почему сладкий? Давай обратимся к толковому словарю и узнаем, в каком значении используется здесь слово сладкий. Имеющий приятный, свойственный сахару или меду вкус, в противоположность соленому, кислому или горькому, как сладкий чай. Или в переносном значении, приятный, нежный, доставляющий удовольствие, как сладкий сон. Сделай выбор и объясни его. Где ты любишь бывать жарким летом? В поле? В лесу? На речке? Или еще где-то? И почему? Давай отправимся на речку. Прочитай стихотворение Федора Тютчева на странице 133 и представь пейзаж этого места. Ставь на паузу во время чтения и прочитай, с чем сравнивает реку автор. Зеркало. Приведи свои примеры. О звуке лета. Посмотри оба стихотворения и попытайся услышать звуки лета. Ставь на паузу, а потом назови их. Придумай как можно больше определений лета. Лето какое? Лето может быть разным. Веселым, разноцветным, искристым, жарким, холодным. А какое лето, описано в стихотворении Федора Тютчева, в небе тают облака. Итак, сегодня ты познакомился с действиями лета, его красками, запахами, вкусом. Побывал в разных местах. Так какое лето? Попробуй теперь, воспользовавшись этими знаниями, самостоятельно составить описание лета. Слова на экране помогут тебе в этом. Не забудь передать летнее настроение. Ставь на паузу, готовь рассказ. Какое настроение у тебя сейчас? Лето – это маленькая жизнь. Проведи его с пользой.